Добрый день, уважаемые пациенты! Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач-венеролог-уролог. Сегодня мы поговорим о такой болезни, как трипер. Трипер или гонорея – это заболевание, которое передается преимущественно половым путем. Очень редко оно может передаваться также бытовым путем, когда выделения могут попасть в те органы, где может размножаться гонококк, возбудитель гонореи, либо внутриутробно от матери к ребенку. Каким же образом непосредственно развивается гонорея? По каким причинам? Гонорея чаще всего развивается при любом половом контакте – это оральный, анальный, вагинальный. По каким причинам это происходит? Потому что гонококк – бактерия парная, которая вызывает гонорею или трипер, она живет во всех областях, во всех полостях человеческого организма. Это и в анусе, это и во рту, вызывая гонорейный фаренгит, это и в мочеполовых органах, вызывая сначала возболение канала у мужчин, влагалища у женщин, а затем, соответственно, давая очень быстро осложнение. Какие вообще симптомы характерны для гонореи или трипера? Трипер характеризуется острым воспалением, развивается покраснение, зуд половых органов. Достаточно быстро присоединяется выделение, выделение, к правилу, гнойного характера. Гной желто-зеленого цвета. После этого могут воспаляться лимфатические условия. У мужчин может поражаться достаточно быстро вследствие обильного гноя предстательной железа. Может поражаться яички. У женщин поражается матка и маточные трубы. Гонорея быстро приводит к бесплодию. Нарушается мочеиспускание в виде зудоизжения при мочеиспускании. Нарушается половая функция. Как правило, пациенты испытывают боль при половом акции. В случае таких развития симптомов трипера у мужчин и женщин происходит диагностика трипера. Какова диагностика? Во-первых, берется мазочек на триппер на стекло. Там смотрят триппер, трихомонаду и воспаление. И берется мазочек на триппер на ПЦР-анализ. ПЦР-анализ смотрит внутреннюю структуру ДНК возбудителя гонокок, который вызывает триппер. Если он обнаружен, проводится лечение. Если мазок здесь очень больно, невозможно по каким-то причинам. Может взяться также моча на возбудитель трипера и посмотреться там методом центрифугата осадка. То есть откручивают в специальной центрифуге мочу, получают осадок и его просматривают под микроскопом. А также можно из мочи сделать ПЦР-анализ также на триппер. При обнаружении трипера врач-венеролог должен назначить лечение трипера. Лечение трипера, как правило, длится 10 дней. Оно состоит из антибиотиков. Оно состоит из ферментов, которые помогают антибиотикам проникнуть к непосредственно половым органам. И, как правило, применяются местные процедуры в конце лечения, в ряде случаев иммунной терапии. Во время лечения обычно схема такова, что пациент пьет постоянно таблеточки в домашних условиях, в клинику приходит пять раз, наверное, за все время лечения, где получают внутривенные внутримышечные инъекции и в конце лечения еще присоединяется промывание ванночки у женщин. При необходимости диагностики и лечения такой болезни, как триппер, обращайтесь в наш медицинский центр платный КВД. У нас имеется экспресс-анализ мазка на триппер на стекло. Также, соответственно, наши врачи и венерологи обладают авторской методикой безболезненного забора мазка на триппер. У нас имеются авторские разработки экспресс-лечения триппера за 5-7 дней в том случае, когда, допустим, вы уезжаете в командировку, приезжаете вот из родственников, которым вы можете заразить данным заболеванием. Поэтому при любых признаках, симптомах триппера, либо положительных анализах на триппер, обращайтесь в наш медицинский центр платный КВД. Ждем вас. Спасибо за внимание.